Здравствуйте! Вы смотрите Новости Русского Мира. В студии работает Александр Пасечник. О самых интересных событиях недели узнаем прямо сейчас, в этом выпуске. «Читай-фест» объединил юных любителей литературы. Фестиваль авторской песни прошел в Москве. Новогоднюю выставку «12 месяцев» представил Союз частных музеев. А теперь более подробно об этих и других новостях. Фестиваль семейного чтения открыл новый сезон в Государственной детской библиотеке. Взрослые и дети побывали на творческих встречах с писателями и посетили мастер-классы от лучших художников-иллюстраторов. Специально для юных участников в библиотеке прошли презентации главных новинок детской литературы. Большую семейную программу представил всероссийский «Читай-фест», который уже традиционно проходит в стенах Государственной детской библиотеки и каждый год объединяет всех ценителей литературы. В этот раз фестиваль был посвящен народному фольклору и прошел сразу в двух форматах – онлайн и оффлайн. Вместе с родителями дети погрузились в увлекательный мир сказок народов России, вспомнили древние былины и узнали о традициях самых известных художественных промыслов. Когда мы читаем детские книжки, мы лучше понимаем тех же самых детей. Любой фестиваль, который посвящен чтению, и тем более семейному чтению, это, конечно, важно, это обязательно. И книга, когда мы по отдельности читаем или слушаем авторов, ну это по отдельности. А когда вместе приходят папы и дети, или мама и дети, то это сплачивает семью, потому что там есть что обсуждать. Для родителей и педагогов в рамках фестиваля были также организованы тематические лекции и дискуссии. Круглый стол на тему современных тенденций в детской литературе провели преподаватели Государственного института русского языка имени Пушкина. О новинках детской поэзии и произведениях для дошкольников рассказала доцент кафедры общего и русского языкознания Александра Матрусова. Сразу вспоминаются волшебные палиндромы, да, вот эта вот закольцованность, эта игра, и то, что это графически показано, конечно, повышает и интерес к поэзии, и восприятие ее. Ознакомиться с полной программой фестиваля можно на официальном сайте проекта. Все лекции, встречи с писателями и мастер-классы доступны в онлайн-формате. Фестиваль авторской песни «Покровский собор» собрал лучших российских и зарубежных деятелей искусств. Барды, народные ансамбли из регионов России и начинающие исполнители смогли сразиться в музыкальной битве за главные награды фестиваля. Побывала на красочном мероприятии и наша съемочная группа. Объединить творческие силы и сохранить дух русской песни – так звучит главная цель патриотического фестиваля «Покровский собор». Он посвящен поиску новых дарований в жанре авторской композиции и направлен на приобщение молодежи к песенному и поэтическому творчеству. Более 50 финалистов из России и зарубежья встретились в Москве, чтобы представить свои лучшие песни на Большом галоконцерте. Отборочный тур проходил на протяжении трех месяцев. Заявки на участие смогли подать более 600 исполнителей из России, Белоруссии, Германии и Швеции. Я считаю, что все-таки песня – это и есть та духовная культура, где мы через песню проносим многое – и традиции, и семейные ценности, и материнство, и само душевное состояние нашей страны. Песня – это такая история, история нашей страны. Финал конкурса прошел в Москве в торгово-выставочном центре «Гостиный двор». Музыкальный марафон соединил классические традиции бардовской песни и фолк-рока. Яркие театральные номера представили детские и молодежные коллективы. Как говорят музыканты, я вырос на хороших песнях. Вот если человек в свое время слушал хорошие песни, он не может написать плохих в принципе. Если человек побеждает и даже просто участвует, он понимает, в правильном направлении работает, либо нет. Это очень важно для того, чтобы осознать самому участнику этих фестивалей, в каком направлении дальше работать, и в принципе, нужно ли его творчество для людей, которые приходят конкретно услышать новые какие-то голоса, новых поэтов и композитов. Победителями фестиваля в этом году стали белорусский исполнитель Александр Баль, российский рок-музыкант Алексей Вдовин, а также ансамбль из Суздаля «Мезозой». Лауреаты и все участники битвы за гран-при фестиваля получили денежные вознаграждения. Писатель Александр Шиянов представил новую книгу «Лики судьбы» или «Дребезги жизни». Необычный роман в новеллах представляет мемуары автора. Читатели узнают о незабываемых встречах писателя с Владимиром Высоцким, беседах о живописи, скульптуре и искусстве с художником Ильей Глазуновым, а также многими другими. Поклонники творчества Шиянова оценят неповторимый и необычный слог поэта. Новая книга дополнена автографами и пожеланиями друзей автора. Российские коллекционеры представили новогоднюю экспозицию в Доме музеев на ВДНХ. Гости выставки «12 месяцев» смогут увидеть шедевры золотного шитья и художественного искусства. А тематический раздел экспозиции расскажет о традициях главного семейного праздника. Коллекции из разных регионов России вновь обновили экспозицию в Московском Доме музеев. Открытие новой выставки было приурочено к празднованию первого дня рождения Союза частных коллекционеров. Ровно год назад в этот день инициативная группа музейщиков приняла решение о создании нового профессионального объединения, призванное сохранять российское историческое и культурное наследие. Очень большое мероприятие для меня, потому что целый год мы трудились над тем, чтобы большое количество частных музеев и коллекционеров вошли в состав Союза. Мы разработали концепцию развития, мы прорабатывали в начале года устав Союза и зарегистрировали его в Минюсте. Мы сформировали несколько профессиональных департаментов, привлекли специалистов для того, чтобы показывать различную степень помощь нашим коллекционерам, нашим музейщикам. Новогодняя выставка в Доме музеев объединяет экспонаты из личных собраний 12 российских коллекционеров. В залах представлены старинные народные духовые и струнные инструменты из Воронежского музея, панно и декоративные изделия из музея золотного шитья в Тверской области, а также большая коллекция советских новогодних украшений. Я в своей коллекции стараюсь показать весь спектр советской игрушки, производимой в то или иное время. Ну, они были, например, привязаны к знаменательным датам страны. Например, полетел человек в космос первый. И благодаря этому мы сразу увидели много игрушек космонавтов, космических кораблей, спутников Земли. При Хрущеве Никите Сергеевича в нашу жизнь плотно вошла кукуруза. И эта игрушка стала очень популярной. Вот кукуруза производилась более 20 лет. Гости выставки также смогут увидеть главное украшение Нового года – елку, наряженную в советском стиле. В Москву экспонат доставили из музея советского детства в Сергиевом Посаде. Именно в этом городе в начале 60-х годов придумали искусственный аналог новогодней елки. Посетить выставку «12 месяцев в Доме музеев» на ВДНХ можно до 13 февраля 2022 года. Большую рождественскую елку установили в центре Старозагоры. Такой новогодний подарок жителям города передали руководство посольства России и правительство Москвы. Елка украшена золотыми и красными шарами, разноцветными игрушками и яркой гирляндой. Радовать жителей города такой новогодний подарок будет на протяжении длинных зимних праздников. О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. До новых встреч и до свидания!